добрый день сегодня хочу рассказать вам как работать с наборами в 1с управление торговли что для этого нужно сделать и чего вообще же нужны наборы наборы нужны для того чтобы так или иначе продавать некий набор номенклатуры целиком не забывая там никаких элементов переносить это все из документа в документ из отчета в отчет именно набор и смотреть каким образом это все отражается в отчетах вот для начала нужно включить такую возможность это нужно зайти инс и администрирование здесь зайти в номенклатуру выбрать разрезы учета указать что мы используем множество видов номенклатуры и используем набор номенклатуры вот после этого при создании номенклатуры да то есть переходим на свои номенклатуру и при создании номенклатуры мы можем указать что у нас есть такой вид номенклатуры как набор вот точнее для для виды номенклатуры точнее назначить тип номенклатуры набор вот таким образом вот обратите внимание что не хранятся комплекта на складе, собираются динамически и используются для выбора связанных позиций в документах продажи, в ценообразовании, в печати и так далее. Вот, соответственно, здесь указываете набор, складывается из чего складывается цена набора и как выводить в печатную форму. Цена набора может складываться из комплектующих, может назначаться за набор и распределяться по комплектующим пропорционально их цене и назначаться за набор и распределяться пропорционально долям стоимости. Ну, то есть цена это за одну штуку, доля стоимости это за количество штук в комплекте, да, то есть в печатных формах выводить мы можем только набор, наборы комплектующие и только комплектующие. У нас уже заведен здесь набор, вот мебельный гарнитур, да, то есть, соответственно, что здесь у нас указано? У нас указано, что цена набора складывается из центров комплектующих и в печатных формах выводить наборы комплектующие. Также можно для набора задать характеристики, вот, ну, соответственно, сейчас это не используется. Вот, и заведена позиция номенклатуры, то есть мебельный гарнитур, артон, да, то есть, и, соответственно, здесь указано, что это набор, вид номенклатуры набор, и указан тип номенклатуры, сразу автоматически устанавливается для этой позиции, тоже набор. Вот, и, соответственно, у нас возникает понятие состав набора, вот эта вот ссылочка, мы можем туда перейти, и здесь у нас будет указано, что входит в состав набора, то есть здесь кровать, туалетный столик, тумбочка прикроватная и шкаф трехдверный в количестве 1, 1, 2 и 1. Также здесь указывается основная комплектующая, это та комплектующая, по которой будет определяться артикул, ГТД и прочие реквизиты для этого набора. Здесь, соответственно, наследуются те данные, которые мы указали, то есть, каким образом вкладывается цена и что выводить в печатные формы, вот, и, соответственно, после этого мы можем этот мебельный гарнитур подставлять в документы. Давайте посмотрим, как это делается, то есть мы открываем продажи, документы продажи все, создаем реализацию, выбираем здесь клиента, все параметры указываем для реализации, контрагента соглашения, указываем склад, указываем сразу статус, что это реализовано, вот, и, соответственно, нажимаем кнопку заполнить и выбираем подобрать. товары, вот, здесь уберем все фильтры по сегменту и вот у нас есть набор номенклатуры, соответственно, здесь у нас мы можем щелкнуть на этот набор номенклатуры, развернуть, посмотреть, что там внутри, вот, и также можем мы этот набор номенклатуры, да, то есть добавить, добавить в документ. Вот у нас все это добавилось в документ и мы можем перенести в документ и давайте еще плюсом добавим какую-то характерную, какую-то позицию, да, то есть, которая в набор не включена, чтобы мы видели, в чем отличие, да, там, набора, там, от, от обычной позиции. Вот так пусть это выглядит, вот у нас, соответственно, документ, у нас в нем раз, два, три, четыре товара, которые в наборе, при этом вот здесь выводится такая иконочка набора и пятая отдельная свободная позиция. Проводим этот документ, он у нас со статусом реализована, вот, и, соответственно, программа говорит, что нам там недостаточно товара в наличии на складе мебели, давайте просто по складу мебели отключим контроль остатков, чтобы у нас все проходило, да. Вот у нас проведен, проведен, проведен документ и, соответственно, мы теперь можем выводить на печать, допустим, давайте посмотрим, каким образом будет расходная накладная выглядеть. Расходная накладная, вот она вот так выглядит, вот здесь перечень всех позиций, написан телевизор, реализация товаров. Реализация товаров уже выглядит немножко по-другому, то есть здесь указано, что мебельный гарнитур, да, то есть с определенным артикулом и указано, что в него входит, то есть кровать, туалетный столик, тумбочка и шкаф. И вот отдельная позиция телевизора LG, да, то есть как бы получается раз, два, три, четыре, пять строк. Причем, обратите внимание, нумерация идет вот именно по строкам вот этого набора. И то же самое, торг-12, да, то есть мы можем напечатать товарную накладную, соответственно, здесь то же самое, да, то есть указано, что вот мебельный гарнитур вот в таком составе и, соответственно, отдельный телевизор. То есть вот таким образом использовать можно наборы в программе 1С управления торговлей комплексной и 1С ИРП. Вот наборы могут быть там из сколько угодно большого количества позиций, соответственно, по кнопке Ctrl-K, да, то есть мы можем еще редактировать количество наборов, да, то есть, допустим, указать, что их два, и у нас, соответственно, поменяется количество номенклатуры. Вот, вот сюда все переподставят, переподставятся данные, мы можем также это провести и, соответственно, напечатать там ту же самую реализацию. Вот, то есть пропорциональное количество у нас здесь кровати стало две, туалетного столика там стало две, тумбочки стало четыре и шкаф стало два, потому что в составе набора у нас одна кровать и один туалетный столик, одна, две прикроватные тумбы и один шкаф. Вот, соответственно, для того, чтобы использовать наборы, да, то есть нужно, во-первых, чтобы была для этого какая-то причина, допустим, вот в данном случае мы торгуем мебелью и хотим отгружать некоторые позиции целиком в комплексе и чтобы у нас цена набора динамически определялась, исходя из суммы цен по вот этим позициям. Вот, соответственно, для того, чтобы это настроить, нужно зайти в НСИ администрирование, здесь указать, что используется множество видов номенклатуры, используются наборы и также перейти в номенклатуру, здесь задать вид номенклатуры с типом набор, вот, и создать товар, у которого указан вид номенклатуры, тот, который мы создали и у него автоматически подставится тип номенклатуры набора, нам нужно просто заполнить по этому набору состав, вот, и для состава указать набор в печатных формах, чтобы вводить там наборы комплектующие, только комплектующие, либо только набор и каким образом складывается цена. Вот, таким образом можно использовать наборы в 1С управления торговлей, если вам была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и, если вам нужно настроить использование наборов, если вы используете их часто в своем бизнесе, то обращайтесь к компанию Кудерлайн, мы с удовольствием вам поможем это сделать. Большое спасибо. Продолжение следует...